Добрый день! Динамика коронавируса на 12 апреля. С верным всех воскресеньем, с нашим православным праздником. Но надеюсь, что у многих прихожан сегодня хватит ума не посетить храмы. Тем более, уже сами и попы вас к этому призывают. Надеюсь, ума хватит, что не наделаем мы еще больше беды. Но теперь к новостям. Сегодня много еще интересного сказать. В конце расскажу о новых методиках лечения, что происходит с коронавирусом. Там будет очень интересно. Ну а теперь. В России сегодня 2186 заболевших. Скорость распространения коронавируса 16%. У нас абсолютный рекорд. 2186 человек за сутки. Значит, мы пока лезем в эту гору со скоростью 16%. Итого у нас 15770 заболевших. У нас уже не 100 заболевших, как раньше. Скорость 16-17%. Если вы заметили, мы как сначала взяли эту скорость, 16-17%. Так с этой скоростью и идем. Но только цифры уже стали очень большие. Поэтому предлагаю всем заняться сегодня такой обычной математикой. Калькулятор. Берем вот такой калькулятор. И говорим. 15770 плюс 16%. Потом и записываем на листочек. Плюс 16%. Плюс 16%. Плюс 16%. И вы посмотрите, сколько будет больных через 10 дней в России. И сколько будет через 20. Вы прозрелите. Потому что, допустим, скорость распространения коронавируса, где сегодня захлестнула все это Америку, там она всего лишь была 10%. Россия не может, получается, поставить заградительные барьеры. У нас она пока 16%. Без заградительных барьеров скорость распространения коронавируса 30%. Мы уже это как бы знаем. Это как раз в Белоруссии сегодня происходит. Там пока цифры еще не очень большие. Но если они с этих 30 не уйдут на карантин и так далее, боюсь, что их так захлестнет, что они удивятся. Ну, ладно. Идемте дальше. Сегодня следующая печальная цифра. Умерло 24 человека за сутки. Это абсолютный рекорд. 1300 новых больных в Москве. Москва продолжает быть лидером. И, так сказать, бьет все мыслимые и немыслимые рекорды. Во всем мире скорость распространения коронавируса сбавилась до 5%. 82 тысячи заболевших. Надеюсь, что в мире пойдет чуть-чуть меньше. Опять вот мы видели, было 7, это было 100, потом 90, потом 80, потом бах, 175, да? Ну, вроде бы вот опять уже третьи сутки убывает 82 тысячи новых заболевших. Умерло за сутки 6077 человек. Это цифра значительно ниже, чем вчера, потому что вчера умерло 12 тысяч человек. И до этого умирало 7 тысяч человек. То есть, в принципе, цифра в легком снижении. Что же сегодня в Америке? В Америке 29 тысяч новых заболевших. И это, если это будет так, то есть, потому что у них все время было 30, 31, 32, 33 тысячи новых заболевших. То есть, они уже шли по плату. Возможно, они с этого плата начинают тихонечко спускаться. Но дальше это будет видно. Возможно, это просто данные на выходные. Если цифра в Америке за 30 тысяч не уйдет, значит, они идут по плату. И уже, так сказать, можно рассчитывать и общее количество жертв, которое получится, к сожалению. И когда это все у них закончится. 1819 жертв за сутки. Меньше двух тысяч. Два дня подряд в Америке умирало более двух тысяч. Это тоже говорит о том, что, скорее всего, они потихонечку начинают съезжать с плата. Что в Испании? В Испании скорость распространения 3%. 4754 заболевших за сутки. Погибло 634 человека. Не получается у Испании. Вот как идут они по этому плата? Я вам говорил, большие цифры и нежелание уйти в настоящую полную самоизоляцию. Поэтому идут они по этим цифрам 5000 человек в день. 600-700 человек умерших. Италия. В Италии на сегодняшний день 3,2%. Опять почти 5000 заболевших. 4694. Количество жертв 604. 604 человека сегодня умерло от коронавируса в Италии. К сожалению, снижение скорости у них не получается. Франция. Франция сегодня 4794 заболевших. Это резкое сокращение роста. Потому что у них было и 15, и 17%. Значит, карантинные меры дают какие-то результаты. И количество новых жертв 635 человек. Что у наших братьев на Украине? На Украине 266 новых случаев и 10 новых жертв. 10-11% средняя скорость распространения коронавируса сегодня на Украине. А так мы считали, у них где-то так же 16-15%. Даже на пару процентов меньше, чем в России. Белоруссия. Наша многострадальная, судя по всему, будет. Белоруссии плюс 30%. 597 зараженных за сутки. Всего зараженных 2578 человек. Белоруссия пока бьет все рекорды. Не знаю, собираются они уходить на карантин или не собираются. Не знаю. Значит, что еще интересного сейчас происходит в мире? Ну, первое. Выяснилось, что коронавирус мутирует. И что есть коронавирус А, коронавирус Б и коронавирус С. О чем это говорит? Ну, говорит о том, что появятся еще и новые мутации коронавируса. Что совсем очень плохо. Но самое главное, что плохо, что, получается, тесты его не берут. Или берут его только уже на поздних стадиях развития болезни. То есть, в связи с мутацией коронавируса, вся тестированная система, так сказать, ставится под сомнение. Получается, что единственной возможностью сопротивления коронавирусу это может быть изоляция. В чем еще проблема? В связи с тем, что тесты не берут, сегодня в Москве всех, кто с воспалением легким, стали ставить диагноз коронавируса и везти в больницу. Почему? Есть у нас небольничное понятие пневмония, когда пневмония развивается в легкой форме, и человека оставляют болеть с пневмонией дома. Вот у человека берут тест на коронавирус, оставляют его с легкой пневмонией лечиться дома. Но происходит, врачи уезжают, коронавирус не подтверждается, и тут вдруг пневмония развивается со скоростью 2-5 часов, и человеку не успевают помочь. То есть, что ни скорая помощь не успевает толком приехать, ни сдать его в приемный покой. То есть, коронавирус начинает развиваться очень стремительно. Вот такая вот проблема, что тесты стали плохо диагностировать коронавирус. Московские врачи приняли решение всех диагностировать, потому что все, кто с воспалением легких, они говорят себе, это все больные коронавирусом, и их надо забирать в больницу, иначе можем не успеть потом довезти. Москва уже захлебывается, скорые помощи стоят в очередях, не дай боже, это придет в регионах, но пока скорость распространения коронавируса 16-17%. Всем привет, берегите себя, и еще раз с праздником!